Десятки детей в Емельяново часами ждали школьный автобус, но их в него не пустили. У учеников закрытой в октябре аварийной школы новые проблемы. На всех только одно транспортное средство. Почему другие учебные заведения не могут подвезти ребят, даже когда их пазик полупустой, расскажет Наталья Архипова. Я не знаю, что делать, потому что вот дети остались, как бы просто на улице. Толпа детей маленьких. Итак, уже третий день учеников многострадальной второй школы в Емельяново, которую закрыли в начале октября, распределили по-другим. Но добираться до них оказалось не так просто. Нам для начала скинули расписание после каникул, что какой автобус куда подвозит детей, с каких остановок. Мы учимся в первой школе, мы подошли к автобусу в понедельник, нам отказали. Вчера подошли, сопровождающая вот так руки расставилась, говорит, я вас не пущу, я за вас отвечать не буду. Вас в списках нет. И все, и мы заново поехали сами своим входом. При этом еще ребенка, одноклассника довозим регулярно. В понедельник кому-то из детей пришлось прождать на остановке больше часа. Родители негодуют, автобусы приезжали и даже полупустые, но забрали только учащихся закрепленных за первой и третьей школами. А те, кто прикреплен к ним временно и не значатся в списках, оставили на остановке. Взять их с собой – большая ответственность и нарушение правил. Вот и выкручивались все, как могли. Это одна сторона медали, да, родители помогают. А другая – это сторона медали. То есть, ладно, родители подъехали. Подъехал любой человек, по большому счету, сказал, я вас довезу и увез в неизвестном направлении. Никто это проконтролировать не смотрит. На учеников второй школы сейчас есть два автобуса, рассчитанных на 21 человека. Но один из водителей на больничном, другой делает несколько поездок, но все равно довезти всех детей не может. Как итог – они ждут, мерзнут, опаздывают или вовсе пропускают уроки. Он вышел у меня в 15 минут, чтобы только не опоздать на урок, то есть в школу. Он звонит мне без пяти, получается, 13.55, и говорит, мама, нет автобуса. Ну, а я не могу, соответственно, сорваться с работы. Получается, что я в безвыходной ситуации. То есть, я не знаю, что в этот момент делать. Я звоню, соответственно, классному руководителю, классный руководитель уже начал урок. Кого-то подвозят родители одноклассников, других даже отправляют на такси. Местный автобус неудобный, остановки далеко. Ребенку от третьей школы надо дойти до РДК. Там очень опасные перекрестки. Там очень много собак возле магазина. В сложной ситуации оказались и учителя, которые ведут занятия в разных зданиях и вынуждены постоянно переезжать. Сегодня в администрации района нам рассказали, возможность вывезти на маршрут второй автобус уже есть. Но данных от школы управление образования так и не получило. Автобус готов выйти на маршрут. Но вот сейчас два часа дня и до сих пор от директора школы не поступило графиков, откуда, сколько детей и куда их нужно довозить. То есть, это прямая обязанность директора школы номер два. Пока нет этого списка, неясно, спасет ли ситуацию второй автобус. Но то, что хоть кто-то из детей сможет спокойно добираться до школьной скамьи, уже хорошо. А вот плохо то, что проблемы у учеников закрытого учебного заведения появляются несколько раз в месяц. Наталья Архипова, Валерий Чащин, 7 канал.